здравствуйте дорогие друзья пришлось сделать еще одно видео я конечно такие приманки вязал уже очень давно это нимфа веснянки имитация ну всем она как говорится известная не хочу сказать что здесь есть какие-то сложности но она очень по времени долго вяжется эта приманочка в основном вот такие приманки которые как вы видите вот она жалом вверх и имеет вот такую изогнутую форму вяжется еще сложнее и более затратная чем вот такая на вот таком крючке которую я вяжу обычно чем это связано ну понятное дело что неудобства значит как вы видите вот в воде это нимфа которая связана таким стилем она переворачивается брюшком вверх и все равно идет жалом вверх она имитирует то насекомое которое сорвало потоком воды и движется она у нас по руслу но в данный момент у меня поступил заказ от александра паршина для того чтобы я изготовил именно для мормышинга дело в том что последнее время очень результативный не только вот на территории россии но и практически на всех территориях снг мормышинг очень уловистый поэтому большинство приманок которые я изготавливал они вот так так должны изготавливаться потому что вот это приманочка как вы видите вот она так изогнута есть вот два варианта это вяжется на сейчас я возьму крючок этот 8 номер это вяжется на двух два варианта два варианта разных и здесь получается ситуация такая что можно вязать как на граб шримп крючке так и на крючках как я обычно использую тимка 200 р вот я положу сейчас чтоб мы могли видеть разницу этих крючках разница в принципе это несущественная так где он тут у нас крючочек вот так и есть побольше у меня по аборитам вот такой крючочек здесь прогиб изгиб уже меньше чем вот на этой нимф очки но вязать еще несколько сложнее уловистость их практически одинаково просто неудобства в вязании чем в чем собственно говоря здесь отличие вот мормышинг дело в том что если вот эту приманочку мы привязываем петлей как обычно для рыбалки то в мормышинге через колечко специальным узелочком она стопорится и получается она у нас движется только вверх вниз очень удобная приманка для зимней рыбалки поэтому я решил поделиться так как уже у кого наступила зима но у нас еще в харькове как говорится осень только начали желтеть деревья еще заморозков даже не было поэтому если я не считаю нужным делать фильм решил сделать вот такой обзор и показать как они вот у нас выглядят достаточно хорошая красивая получилась форма ну а в рыбалке они работают всегда если будут какие-либо у вас вопросы пожалуйста на почту я все вам отвечу спасибо за внимание